Итоги уходящей среды Кто в лес, кто под рова. Гуртопы страны готовы к осенне-зимнему периоду. Население само приходит, выбирает. Мы привозим то, что они хотят. Где заказать? Удар по воротам. Бобруська-арена объявила набор детей для занятий хоккеем. Появляется здоровый образ жизни, закаляется характер. Как стать чемпионом? А также народное единство, масленичные культуры и пилотный проект. В Беларуси планируют создать информационный ресурс ЗАГСов. Грохот ородий скрежет гусениц. В Бобруське отпразднуют День танкиста. У города на Березине славная военная история. До 1992-го здесь дислоцировалась 5-я гвардейская краснозаменная армия, 70 тысяч штыков и 3 тысячи бронетранспортеров. День танковых войск по всей стране отметят в воскресенье. В Бобруське торжество начнется раньше, в четверг. В Киселевичах у мемориала боевой славы в честь танкистов-днепровцев произойдет возложение. Начало в 15.00. На нашем празднике будут площадки, учреждения здравоохранения, площадка Бобруйского ГРОЧС. К нам приедут кинологи, у нас будет площадка БРСМ. Приглашаем на наш замечательный праздник всех бобруйчан и гостей города. Очень ждем вас. В программе концерт, квест-игра «Путь к победе», мастер-классы, лазер-так, аквагримы и катание на лошадях. Для самых маленьких будет работать городок и батуты. С полпятого полевая кухня угостит солдатской кашей и завершится праздник фестивалем светящихся шариков. Вот и лето прошло. Лесхозы Беларуси сформировали необходимый запас древесины. На складах миллион кубических метров топлива. В сутки обрабатывают более двух тысяч заявок от населения. Реализует его также организация ЖКХ, частные фирмы и гортопы. О тепле в доме Карина Гуревич. Не успели белорусы глазом моргнуть, как закончились теплые летние дни. Им на смену пришли холодные осенние будни. И если с жителями многоэтажек все понятно, тепло придет к ним по расписанию, то владельцам печей и котлов нужно заранее подумать об обогреве домов. Лесхозы страны сформировали необходимый запас. На складах миллион кубических метров древесины при потребности в 600 тысяч. Топливо населению реализуют также организации ЖКХ, частные фирмы и гортопы. Дрова мы получаем от нескольких лесхозов. Это Бобруйский лесхоз, Быховский, Кличевский, Глузский, Осиповичский лесхоз. Дрова поступают смешанные. Это и береза, и сосна, и ель, и ольха, граб бывает, дуб иногда приходит. Население само приходит, выбирает, и мы привозим то, что они хотят. Стоимость кубометра дров – 9 рублей 53 копейки. Каждый день в Бобруйский город Озбыт привозят и торфабрикет для водяного и парового отопления. За тонну нужно будет заплатить чуть больше 29. Помимо самого города, здесь обслуживают еще наш район, плюс Глузский и Осиповичский. Предприятие может распилить и наколоть бревна. Продают как четырехметровые, так и двухметровые. При необходимости готовы доставить дрова прямо к дому. Запастись дровами – не единственный залог уютной зимы. Еще перед наступлением холодов каждый хозяин обязан подготовить оборудование. Сам процесс обогрева дома ни в коем случае нельзя доверять детям. Оставлять огонь без присмотра – тоже в списке запретов. Не сушите и не складируйте на печке одежду или другие вещи, иначе беды не избежать. Нужно сделать достаточно простые вещи. Это прочистить дымоходы, а также помнить, что дымоход в области чердачного помещения должен быть оштукатурен и побелен. Также замазать трещины и прибить стационарно-притопочный лист из негорючего материала. По статистике, каждый третий вызов спасателей из-за неправильного использования отопительного оборудования. Пожары в частном секторе особенно опасны. Постройки расположены близко друг к другу. Срабатывает эффект домино. Огонь охватывает одно здание за другим. Хотя такое и происходит крайне редко. Подразделения прибывают на место ЧП незамедлительно. Готовить сани, как и печи, лучше уже сейчас. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бабруйск, 360. На пороге очередной волны каждый второй житель Могилевской области сделал бустерную прививку. В Бабруйске это свыше 60 тысяч человек. Рост числа случаев заражения в регионе уже заметен, хоть и незначительный. Для ревакцинации лучший вариант спутник лайт. Для первичной подойдет гамм-ковид-вак или вероцел. Первый компонент вакцины, то есть основного курса, получило уже около 72% жителей города Бабруйска. Второй компонент, то есть завершили курс вакцинации основной, около 70%. Сейчас идет запись на прививку детей с 5 лет. Обращаться нужно в поликлинику по месту жительства. Вакцинируют только согласие родителей к китайским препаратам Синофарм. Укол здоровья, возможность защитить ребенка в школьный период. На все вопросы ответит участковый педиатр. Массовая жатва, полная мощность и красный уровень. Почти по всей Беларуси действуют запретом посещения лесов. Когда изменится ситуация? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Спектр применения масличной культуры широк. От пищевой до энергетической промышленности. Для комплексной переработки в стране есть все необходимые ресурсы. Белджи до конца года планирует выпустить 12 тысяч автомобилей. Предприятие работает на полной мощности. Удалось снять практически все нерешенные вопросы с китайскими партнерами. Кроме того, продолжаются переговоры с коллегами из России и Ирана по развитию производства легковых машин. В Беларуси планируют создать информационные ресурсы ЗАГСов. Архивные данные станут доступны в электронном виде. Это упростит процесс получения документов и сократит время административных процедур. Министерство юстиции уже поручило создать пилотный проект на базе одного из отделов страны. Эксперимент поможет определить проблемные вопросы и совершенствовать программное обеспечение. В 116 районах страны действует запрет на посещение лесов. Минприрода объявила красный уровень опасности как минимум до 9 сентября. Причина в сухой погоде и пожарах в массиве. В ближайшие дни столбики термометров днем будут показывать до плюс 20. Ночью не больше 7 тепла. Страховка безопасности. Белтехосмотр за август удал свыше 95 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Показатели выше прошлогоднего на 3,5%. За отсутствие документа грозит штраф до 96 рублей. За повторное нарушение в течение года до 160. Перед прохождением стоит проверить работу сфотовых приборов, наличие аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки. С собой нужны права, техпаспорт и страховка. Оплатить услугу можно на месте. Есть возможность записаться онлайн. Техосмотр необходимо проходить, потому что, во-первых, это требование законодательства. Во-вторых, и на мой взгляд, это даже более важно для обеспечения собственной безопасности, безопасности других участников дорожного движения. Потому что мы проверяем ключевые элементы, которые влияют на безопасность дорожного движения, такие как рулевое управление, подвеска, тормозная система, световые приборы. Напомним, техосмотры отвязали от обязательной оплаты госпошлины. На смену пришел транспортный налог. Сумма привязана непосредственно к факту наличия автомобиля. Ездит он или нет, неважно, платить все равно придется. Произвести доплату за 2021 необходимо до 15 ноября. Все ставки можно найти на сайте МНС. С клюшкой в руках и искрами в глазах. Бобруськарина проводит набор детей для занятий хоккеем. Принимают как мальчиков, так и девочек от 6 до 8. Ребятам выдается игровая форма и амуниция, обучение бесплатное. Преимуществ у занятий хоккеем много. Тренируются все группы мышц, крепляется сердечно-сосудистая и дыхательная системы, развивается чувство равновесия и координации, в целом закаляется организм. Обучение техникой катания, обучение владению клюшкой, прививается здоровый образ жизни, закаляется характер. Происходит правильное развитие организма детей во всех направлениях. Сейчас в спортивной школе занимается более 180 ребят. Наборное обучение осуществляется круглый год. По всем опросам можно обращаться по номеру 730371, либо по адресу Карбышева, 11. Сразу после нас Сирена. Моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и забудьте к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok